Приветствую всех! Крайне важно в процессе обучения научиться самостоятельно слышать недочёт в своей игре. Это и резонирование незадействованных струн, и рассинхрон, и ритмические неточности, и много-многое другое. Самый главный помощник здесь — это запись. Но если, к примеру, студент мне присылает записанное домашнее задание с замыленным звуком, то прежде всего он сам себя лишает возможности лучше услышать неисправность в своей игре. А я-то в любом случае их услышу. Поэтому правильно выстроенный звук поможет вам лучше оценивать свои исполнения. Это пятое видео из цикла «Как сделать продуктивным свои занятия на бас-гитаре». Это видео вы можете найти в соответствующем плейлисте на моём канале, так что подписывайтесь. И в комментариях к этому видео напишите, на каком звуке вы дома занимаетесь. Хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что я говорю о звуке во время домашней отработки. А с группой на репетиции, на концерте, в студии вы, конечно же, выстраиваете такой характер звука, который будет устраивать и коллектив, и вас. И наиболее будет подходящим конкретно под каждую песню. Почему-то существует такой стереотип. Раз это бас-гитара, то прежде всего нужно накручивать низа побольше. Из-за чего из виды теряются важные детали за слоем гулы и бубнижа. На инструменте с нормальной электроникой, с просушенной деревяхой и в целом с хорошей сборкой, низа и глубины уже достаточно при нулевом положении. То есть при среднем положении, эквалайзера, на усилителе и на инструменте, если у вас активная электроника. Домашнее задание присылают, и слышно, что ученик поначалу пытается компенсировать слабое звукоизвлечение насыщенным низом. Но это не совсем верхний вектор в наработке динамики в пальцах. Поэтому не стоит злоупотреблять низом при настройке звука для занятий. Тем более низкие частоты легче всего воспроизводятся. Достаточно чуть-чуть задеть струну, как все начинает уже вроде как гудеть. И создается иллюзия, что правая рука играет с достаточным импульсом. А вот средний спектр частот требует хорошей артикуляции. И я недавно снял видео о атаке на бас-гитаре. Это видео вы можете найти в плейлисте уроки бас-гитары. Так что смотрите его тоже. Я бы посоветовал на усилителе немного прибирать низ. И в случае с активной электроникой прибирать также низ на инструменте. Это особенно касается бас-гитар с одним датчиком, типа Music Man Stingray. Активная электроника бывает с трехполосным эквалайзером, собственно, как здесь. В этом случае мы можем... Вот сейчас ручки стоят на любом положении. В этом случае мы можем немного прибрать низа. Немного добавить средних частот. А верх поначалу можем поставить на любом положении. Бывает активная электроника с двухполосным эквалайзером. То есть две крутилки. И мы, получается, крутилку нижних частот немного убавляем. И если звук стал потише, то ручкой громкости на усилителе немного это дело компенсируем. Как бы все это дело звучало... Как бы недочеты звучали с раздутым низом. И как бы они звучали с моими настройками, которые я рекомендовал. То есть добавляем серединку, прибираем немного низ и пробуем. Я думаю, вам тоже слышно, что недочеты стали ярче по звучанию. Но если на вашей бас-гитаре два датчика, то, на мой взгляд, это мега круто. Потому что ваша звуковая палитра становится шире. Два датчика, включенных одновременно, дают больше низа, меньше середины. Такое глубокое звучание. Нековый датчик дает больше низкой середины и глубины также. И если мы включаем бриджевый датчик, то в этом случае у нас выдается яркая середина, которая любит использовать сольные бас-гитаристы и те, кто играет фанковые басовые линии. Потому что при этом звучании у нас есть возможность лучше вырисовывать мелизмы, мертвые ноты и акценты. В этом случае они лучше читаются в миксе. И в силу звучания бриджевого датчика на нем гораздо проще услышать призвуки и звуки, которых не должно быть в игре вашего музыкального фрагмента. И для этого даже не обязательно полностью переключать баланс в сторону бриджа. Достаточно баланс-некового датчика прибрать на 25%. И вы уже получите детальное звучание. Как бы звучали недочеты при игре, допустим, на звучании обоих датчиков. Тихонечко что-то, да, надо прислушиваться. Прибираем нековый датчик, оставляем бриджевый на всю. И недочеты начинают гораздо ярче звучать и они гораздо лучше обнаруживаются. Я буду очень рад, если это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайки, спасибо за поддержку, потому что это меня мотивирует снимать новое видео. И самое главное, вдохновляйтесь и занимайтесь. Спасибо.